Всем привет, вы на игровом канале Паша Кинга и мы продолжаем проходить в стиге. Напоминаю, что в прошлой серии мы с трудом, вообще с каким-то непонятными телодвижениями добыли этот оккультный костюм, провели этот ритуал очищения. И вот мы продолжаем. Мы попали в этот долбанный театр костей и посмотрим, что у нас ждет. А ждет нас тут куча трупов. Не мудрено, да? Театр костей называется театром костей, потому что тут кости лежат. Ага, благословенный вы будете увидены. Вот этот опять порок у чувак. I wanna high way to hell, да, друг? Вы видите адепта, который погрузился в углочайший транс благодаря беспристрастным ритуальным песнопениям. Его повторяющиеся движения достигли уже пугающей скорости. Что именно он произносит, уже невозможно зазначить. Все, что вы слышите, это стремительные вдохи и выдохи. Сейчас, подожди, МЧС, представляешь, написала, что у нас тут будет? Ой, 18 метров в секунду будет ветер. Ой, как плохо. Оставьте его в покое. Не оставляйте машину сегодня нигде. Хотя ты это смотришь не сегодня, поэтому забей. А вообще погода мрак. Осень, потом зима. Холод, блин, мороз. Что такое? Театр костей. Хорошо. О, смотри. Это что, серьезный наградный сок? Черт, а в сухой закон. Бегать, кстати, ну да, не принято в театре, вот, бегать. Мовит он. Этот невысокий мужчина улыбается, как ребенок, впервые попавший в цирк. Из-за неловкой манеры держаться и плохо сидящей одежды, он резко выделяется на фоне собравшихся. Беззаботное выражение его лица лишь изредка перемежается взглядами. Украдкой перемежается. Перемежает, ну, меняется, наверное, имеется в виду, да? Украдкой бросаемый на чемоданчик, который он судорожно сжимает с руки. На мне повсюду царапины от пленки. Доброго вечера, сэр, предвкушаете киносеанс? Что может быть лучше величайшего чуда современного кинематографа? Особенно если на просмотр приглашены одни лишь избранные, вроде меня. Разумеется. Демонстративно отпевает из бокала и мельком проверяет свой чемоданчик. Вы не в курсе, что, собственно, нам сегодня планируется показать? А как же, что нас ожидает? Новейшее слово в кинематографе, мировая премьера, по слухам, это научно-фантастическая кинокартина о судьбе человечества. Говорят, ее продюсер вложил в нее миллионы. Надеюсь, оно того стоило. Ваш чемоданчик должен быть очень важен, раз вы захватили его с собой. Мужчина на секунду мрачнеет и покрепче прижимает чемоданчик к себе. За весь ваше будущее благосостояние от стопки бумаг вы бы тоже не выпускали их из рук. Сдается мне, вы гость в нашем городе. Что привело вас с архом? Но это не нашего ума дело. Спрашивают, что вы в чемоданчике. Не нашего ума дело. Что привело вас с архом? Откашливается, словно пытаясь придать себе больше важности. Скажем так, я здесь по делу. Я прибыл сюда из самого Детройта по приглашению мистера Гриффита. Возможно, вы слыхали о нем. Он владелец хлопкопредельных фабрик. Не вы ли мистер Хайнс? Так вы обо мне слыхали. Верно говорят, вести о чужом успехе разлетаются быстро. А с кем я, собственно... Ваш разговор неожиданно прерывает элегантно одетый джентльмен. Боже правый, Хайнс. Вы хотите поставить меня в неловкое положение? Меня перед всеми, без исключения, важными людьми в археме? Мне казалось, я выразился вполне ясно. Вы должны были быть в смокинге, а не в презрительно оранжевом костюме в клетку. У вас вообще есть чувство приличия? Расслабленная гримаса самодовольства на лице Хайнса в мгновение ока сменяется краской стыда. Но... но, мистер Гриффит, откуда я мог знать, что мне предстоит посещать мероприятие такого калибра? Мистер Гриффит нахмуривает брови. Ваше оправдание еще более убого, чем ваш наряд, Хайнс. Если вы продолжите вести себя столь неподобающим образом, я не исключен... не исключено, что мне придется пересмотреть наше соглашение. Я не обязан заботиться о репутации моих партнеров. Хайнс вытирает выступавшие у него на лбу капли пота. Да-да, мистер Гриффит, обещаю, с этого момента я буду относиться к вам... к этим вопросам со всей возможной осмотрительностью. Так что вам... так что там насчет контракта? Я хотел бы... Промышленник бросает на него взгляд полное недовольство. Хайнс, сейчас время и не место. Такие вопросы не разрешаются... не решаются на светских вечерах. А теперь, с вашего позволения, я должен переговорить с мэром Андерсоном. Так, участливо похлопать его... участливо похлопать его по плечу. Уверен, контракт у вас в кармане, Хайнс. Простите, мне не до вас. Голопом бросается вдогонку за фабрикантом. Мистер Гриффит, мистер Гриффит, нельзя ли просто... А вот я в последний раз в спортивном костюме ходил в кино. Видал, как времена поменялись? Ну, он никуда не убежал. Что ты врешь? Вы видите посетителя, который раздраженно осматривает и что-то бормочет? Дом стелек, он бухой. Морщись. Что это вообще такое? Виноградный сок? И это все, что мы, по их мнению, достойны? На каком-то таком солидном мемплиете и нельзя отведать даже настоящего... Не то, что хорошего вина. Обращаюсь к вам. Послушайте, сэр, вы одобряете это безобразие? Подумали, что хоть закон? Да плевал я на него! Это свободная страна! Или как? Закон есть закон. Мужчина продолжает исторгать из себя реплики возмущения. Вы замечаете, что от него пахнет виски. Нонсенс! А, ладно. Он достает из кармана фляжку и протягивает вам. Мамонтова пещера. Старый добрый виски из кентухи. Не желаете ли глоточек? А, да не, лучше не стоит. Значит, вы раб этой проклятой системы. Что проку быть настолько трусливым? Его внимание переключается на что-то еще. О, я уже могу бегать. Так, уходить отсюда нельзя. Давай посмотрим, с кем еще можно переговорить. Замы нельзя. О! Ну, с кем вы... Элегантная молодая женщина перед вами выглядит заметно отстраненной от окружающих ее людей. Хотя ее внешность, безусловно, позволяет ей присутствовать на столь изысканном приеме. Она молча наблюдает за вашим появлением. Меланхолия в ее глазах заставляет шемчуга, мерцающие на ее шее, слегка потускнеть. Что это? Где я? Добрый вечер, мисс. Добрый вечер, сэр. Ее слова звучат как речь призрака, лишенного возможности покинуть это место. Так, меня зовут Паша Кинг. К разнакомству, поцеловава, нагнуться и наклониться, и поцеловать ей руку? Ну, давай. Так было принято. Молодь, конечно, вежливо уклоняется от галантного жеста. Обойдемся без этого, сэр. Я здесь со своим женихом. Ну, все, отшили. За френдзонили сразу. Она бросает взгляд через плечо на молодого человека, увлеченного беседой. Нельзя сказать, чтобы его вид хоть сколько-нибудь рассеял ее печальные думы. Скорее, даже наоборот. Вынуждено спросить вас оставить меня одну и продолжить получать удовольствие от этого вечера. Не в моих правилах оставлять наедине с ним самим человека столь же явно мучимого. Вынуждено признать, ваше поведение отличается от большинства собравшихся здесь. Я вижу вас, и вижу вас я, как мне кажется, впервые. Позвольте поинтересоваться, сэр. Вы не из Архама? Отнюдь. Понятно. Что ж, благодарю за то, что решили составить мне компанию, сэр. Мое имя Амелия Эмсфорд. Она слегка склоняет голову, после чего вновь обращает свой взор в некую неопределенную даль, явно занимающую ее куда больше собравшихся здесь элиты Архама. Скажем так, мой душевный покой, насколько несколько омрачнен утратой близкого друга. Он был... Голосы я на секунду прерывается. Дорог мне. И я остро переживаю его уход. Он что, покинул этот мир? В ее ответе слышится нотка нерешительности. Можно и так сказать. Правда состоит в том, что мы оказались разлучены навеки. Позвольте проинтересоваться, кем был этот человек. Она окидывает взглядом окружающих, словно ища кого-то, после чего продолжает. Судя по всему, того, кого она искала, поблизости не оказалось. Я бы предпочла, чтобы его имя осталось неназванным, сэр. Вы все равно не знаете его, потому что он из коренных жителей этих мест, таких, как он, не встретишься на светских вечерах. Он был из индейцев Абинаки. Познакомились на... Ммм... Спиритическом сеансе. А, он что, покинул этот мир? Почему это уже, ну, как бы, отвечено было мной? В ее ответе слышится нотка нерешительности. Можно и так сказать. Правда состоит в том, что мы оказались разлучены навеки. А. Да. Продолжить так. Дорого вы говорите? Амелия отводит взгляд. Скажем так, он был единственным, кто видел во мне личность. Знаете, что мне пришлось в жизни пережить утрату. Если вы хотите об этом поговорить, я к вашим услугам. Амелия, не в моих правилах осуждать людей, вы можете быть со мной откровенны. Во. Амелия хранит молчание. Амелия хранит молчание. Вместе с ней вы окидываете взглядом слоя смеющихся, болтающих, хвастающих, флиртующих друг с другом гостей, не ведающих, какой ее умолимый рок уже поджидает их. Призрачный гул толпы уже начинает погружать в вас подобие транса, но мягкий голос Амелии внезапно вырывает вас из этого забытия. Вам начинает казаться, что кинокартина, в которой вы ощутились, постепенно подтачивает ваши чувства реальности. Я познакомилась с ним накануне своей помолвки. Рассказ Амелии звучит так, будто она говорит сама с собой. Бенедикт был, да и сейчас остается привлекательным, образованным и обеспеченным молодым человеком. Все, о чем может мечтать девушка, и может быть даже больше. А он мне действительно нравился, честное слово. Но хотела бы я связать с ним свою жизнь, поэтому бы я и была не уверена. Отец всячески поощрял наши отношения, да и как иначе, ведь Бенедикт был сыном мистера Андерсена, мэра Архома. Вот только что сказала бы об этом моя мама, что посоветовала бы, я не могла узнать. Так, она скончалась, я правильно вас понимаю? Понятно, просто понятно, это такой тупой вопрос. Она умерла от туберкулеза. Амелия опускает голову. Три года назад. С тех пор и дня не проходит, как я не тоскую без ее совета. Поэтому я решилась на одну затею. Наивную, можно даже сказать глупую. Я решила сходить на спиритический сеанс, чтобы наконец получить совет своей матери с того света. Думаете, это все фантастика? Поверьте, по сравнению с тем, чем развлекаются лучшие семьи Новой Англии, это еще не самое странное. Охотно верю. Короче говоря, мы с медиумом, которого я наняла для проведения этого сеанса, подружились. Это был молодой индейец по имени Чет. С самой первой нашей встречи я почувствовал, что в его обществе мне становится невероятно легко и спокойно. Конечно, он был немного замкнутым юношей, но при этом вдумчивым и прозорливым. Он всегда понимал, и что важнее всего уважал мои истинные чувства. Побыв в его обществе, я переставала ощущать себя участницей некоего конкурса. Мне не нужно было никому демонстрировать, что я красивее или совершеннее других девушек. Я могла быть просто собой. Летучую мягкую улыбку, которая озаряет ее лицо, быстро затмевает облако тревоги. Ой, ой, вы меня поймали! Обо всем узнал сэр Андерсон. Его шофер видел, как мы прогуливались в Ивах. Здесь вам как-никак не Бостон. Поэтому мой будущий свекор пришел ко мне и кое-что пообещал. Я до сих пор слышу его слова. Он сказал, что если я еще хотя бы раз позволю себе и навлечь на его семью такой позор, на глаза ее медленно ворачиваются сверкающие, словно хрусталь слезы. То он клянется богом, что отправит этого индийского выродка в лагерь для нежелательных потенциальных социальных элементов, где его кастрируют, как бесполезного осла. Лагерь для нежелательных социальных элементов. Это одно из тех коварных заведений, где они проводят опыты над теми, кого объявили социально непригодными для продолжения рода. Говорят, это все для улучшения здоровья нации. Но все знают, чем они там занимаются на самом деле. Это какая-то отсылка к концлагерям? Или нет? И все делают вид, что ничего не происходит. И якобы они наукой занимаются. Я скажу вам, чем они там занимаются. Целенаправленным геноцидом населения. Ринами мне кажется, что наш мир заслуживает, чтобы его уничтожили. Похоже на способ избавиться от тех, кого записали в бесполезные элементы. Не, вот иногда кажется, что этот мир заслуживает, чтобы его уничтожили. Не, понятно. Просто понятно. У меня кровь застыла в жилах от одной мысли, что из-за меня Чеда сошлю в такое место. Я не могла этого допустить. На нашей... Ее голос начинает дрожать. На нашей последней встрече я наговорила ему ужасных вещей. Ужасных, неискренних вещей. Что же вы ему сказали? Я сказал ему... Я сказал ему, что он был для меня всего лишь игрушкой. Что первое время меня забавляла эта интрижка с таинственным индейцем. Но! Теперь ее глаза напоминают прозрачный хрусталь. Вскоре... Он мне наскучил. В отчаянии она вцепилась... Ваш локоть. Признаюсь, сэр. Меня мучают ужасные предчувствия. Весь вечер у меня сегодня словно камень лежит на сердце. Сжимаю ваш локоть. Я должна поделиться с вами, если я этого не вынесу... Так, я должна поделиться за этим с вами, или я этого не вынесу. Теперь слезы уже льются по ее щекам. И вы сами разбередили эту рану. Так что слушайте, Амелия Эмсфорд любила индейца Чеда, как не любила никого в своей жизни. Рад за вас. Рад за вас. Сходить по правде не похрену. Не, молчи. Лучше молчи в этой ситуации. Сотрясаемое рыдание Амелия бессильно отпускает вашу руку. Прозрачный, словно хрусталь, слезы катятся по ее щекам. Смотрите, украшающий зал великолепной люстры. Они сияют почти так же ярко, как украшающие ее шею нитка молочно-белого жемчуга. Все, это конец. Опаньки, опаньки! Дамы и господа! Я рад приветствовать вас на нашем восхитительном вечере. Надеюсь, вам понравится это чудо нового времени. Надеюсь, вам понравится то, что нас ждет. Сейчас еще вмесила вода, да, будет массовая? О, кинцо! Прикольно. Сидишь такой в кино, я тебе тебя же показывают. Ну все, хана. Инопланетяне, это делают все инопланетяне. Все эти происки мерзких инопланетян. Опа, они убивали друг друга, да? Я же говорю, месиво будет. А ГГшка-то где? Какая прикольная рисованная заставка. Откуда же тот Рэмбо, оставшийся в живых? Последний, ты должен был подостаться? Я сейчас испугался, такое ощущение, что несколько битых этих квадратиков появилось на мониторе после такого. Так, вы увидели ужасное, опять, все, писец, рассудку. Рассудочка-то, как она, несколько, так, где она? Рассудок 5-8. Не, ну придется бухать. Придется бухать, я не вижу другого выхода для нас использовать. В смысле, я не использовал? Ой, да ладно, зависимость от синьки вылечим. Я же не могу позволить тебе с ума сойти. Сказать, что о зрелище ничем не спровоцированный бой, не устроенный лучшими людьми города, волосы стоят дыбом, это еще ничего не сказать. А стоящая здесь атмосфера извращенной жестокости к горлу подкатывает удушающий ком. Зато как были рады бедняки, я тебе уверяю. До поры, до времени. О, дверка открылась. За кули... этот, в комнату... Кто следит в кинотеатре за этим, я забыл, как он называется, за аппаратом. Эта зловонная мерзость, вероятно, когда-то была здешним киномехаником. Затем его вернули к жизни и заставили бесконечно выполнять одну-единственную задачу. Крутить проклятую киноленту Рока. С удорожными рывками он раз за разом бездумно поворачивает ручку кинопроектора. Ничуть не выражаясь своим... Ничуть не выражаясь своим видом, что вообще замечает ваше присутствие. Пристрелить омерзительное создание. Да, гаси его. Вы всадили выживленного механика пулю, но на него это не произвело никакого влияния. Он продолжает выполнять свою задачу тем же упорством. Давай осмотрим кинопроектор. То, что проектор приводит в движение обращенный в зомби киномеханик, само собой очевидно. Но откуда берется энергия, подпитывающая столь мощную лампу, это неведомо. Так, попробую... Другие варианты действия, так, оторваться от механика. Короче, мне кажется, нужно... Слушай, а может... Как это возможно, приколониться с электричеством? А больше ничего не сделаешь, да? То есть мы можем осмотреть, да. Стрелять в него еще раз глупо. Хм... Что у нас появилось по заданию? Найти тело Амелии. Я встретил в киноленте Рока молодую женщину по имени Амелия. Ее вид говорил о том, что она пребывала в глубокой меланхолии. Пока я слушал ее печальную историю, начался кинопоказ. В ярком сиянии, озаряющей залу люстры, я отметил, как по ее щекам одна за другой катятся слезы. Быть может, это слезы памяти. Где мы можем найти ее тело, если она любила индейца? Скорее всего, у индейцев. Отыскать труп в оранжевом клетчатом костюме. А, труп, в смысле, прямо тут, в театре. Найти средство, способное защитить от ядовитого. Понял, все, это все же в театре делается. Так, труп в клетчатом костюме. Ну, было месиво. Но он был тут изначально. Ага. Это Амелия? Нет, это просто труп. Это просто труп с лутом. Придется на Alt нажимать, а что делать? Ага, ну вон она сидит, да, вон она в белом платье. А вон на тот костюме, чувак. Так, жемчуг Амелии. Слезы памяти. А вот теперь, походу, в резервацию имеет смысл сходить, да? Аааа, кокаин в порошке, манускрипт, дети по Зузу. По Зузу, я футурами помню это имя. Это монстр был по Зузу там. Так, что у нас теперь? Сотворить заклинание сумерки. Я добыл жемчуг, некто принадлежавший Амелии. В белом свете проектора они выглядят в точности как слезы, которые она проливала внутри кинокартины. Интересно, не то ли это, что я ищу? Хрен его знает. Но выйти теперь можно, кстати говоря. Подожди, где мужик в клетчатом костюме? Его засчитали? Нет. Видишь, не засчитали, подожди. Где ты валяешься, сволочь? А может он убежал вообще отсюда? Вот эти глюки от нашей шизы по углам экрана очень мешают. Наверняка же можно пройти игру, не подвергаясь болезням. Но это вообще, наверное, очень тяжело. Так. Может теперь можно слезами воспользоваться? Нет, слезами воспользоваться нельзя. Я бы вырубил это, но как, я не знаю. Может быть, это можно было бы сделать какой-нибудь магией. Но я и не маг. Поэтому не судьба. Ну, в теории. Я сначала думал... Я надеялся, на самом деле, что это он. А это не он. Слушай, ну я ХЗ, где он? Так, стоп, а что? А почему дедукция не работает? Увидите трупы? Подожди. Дедукция не работает, потому что у меня упала из-за бухлишка, да? Стат какой-то. Так, оккультность, незаметность или нет? Да-да-да, блин. Потому что я пьянь. А долго это еще будет работать? А есть что-нибудь, что повышает внимание? Временные эффекты 3УД к реакции, да? А это что? Иммунитет к панике. Физическая стойкость. Ага. К реакции иммунитет к панике. Но это тоже все вызовет зависимость. Естественно, это вызовет зависимость. Давай еще вот это вот жахнем. Мне, блин, дедукция нужна. Ладно, я надеюсь, мы сюда еще сможем зайти. Ой, попозже вылечимся от этого и зайдем. Чтоб пройти по той зоне, хватит ли этого жемчуга? Вот видишь, тут ритуал. Тут есть что-то о ритуале. Так, ну хорошо. Так, в белом свете проектора они выглядят точно как слезы, которые проливал внутри кинокартины. Интересно, не то ли, что я ищу? Я не нашел трупа в клетчатом костюме. Да я нифига не сделал на самом деле. Да, давай я отдохну и опять зайду в театр. Я же смогу в него без проблем? Да, уже без проблем смогу зайти. Ну блин, смотри, этот ушел. Кто пытал. Болен. Ну и ладно. Безомен солдата дает вам честь. Я случайно на него нажал. Давай отдохнем. Ой, после всего этого надо порнушку почитать. Сразу как-то легче становится на душе. Хотя вот это вот сейчас не обязательно. Лучше местность разведай. А ты... Так, плевок Ралязи, Месильща, Луа. Дети по Зузу изучи, пожалуйста. У тебя во классике. Так, больше не бухой. Больше не бухой, а значит... А за что? Ну я же уже не пьяный. Или пьяный до сих пор? Да уже не пьяный. Как мне восстановить дедукцию? Мне очень надо это сделать. И как быть? Так, подожди. Давай покумекаем. Ну хорошо. А если бы я... Если бы я играл... Не за... Следователя. А за воина, допустим. Ну... Воина... Вокруг нее... А, это ядовитых на сумерке. Закональдер становится неизвестным к отравляющим веществам и почти неизвестным... Но я же не могу это дело проводить. Ага. Дедукция долбанная нужна. Пусти меня. Пусти меня, скотина. Ой, хватит этой ерундой заниматься. Только что вышел. Вышел воздухом подышать. Там спертый воздух. Надо разобраться с ней. С этим. У меня, блин, дедукция не работает. Вот нафига я бухал? Объясни мне. Вот зачем я бухал? Подожди. Ладно. А если мы поступим вот так вот? Вот это вот я еще не бухал? Или бухал? Ладно. Главное у нас теперь есть магия. Фаю налево уже бухнул. А это будет вообще до, да? Всего, наверное? Или не? Хотя нет. Вряд ли до. Мы, наверное, больше 15 минут были в этом. Если меньше, то... Во! Вы можете осмотреть тупо, чтобы определить причину смерти. Судя по положению тела и выражению его изувеченного лица, по-видимому, разодранного в клочья зубами и ногтями, несчастный умер в каком-то безумном приступе паники. Похоже, здесь имело место присутствие массовой истерии. А, это до этого, ладно, я сейчас быстренько тогда все сделаю там и вернусь к себе. Короче, оказывается, я его в прошлый раз просто не заметил. Защитный костюм Хайнса. Это... Да. Хотя он выделялся, ладно. Не знаю, почему я нажимал, нажимал, нажимал тогда на альт. А видишь, он не моргал. Вот так вот, как сейчас. Или я не замечал. Ну ладно, забей. Жемчуг Камелии. Сейчас давай к этому зомбарю зайдем, просто посмотрим на него так для... Для порядку. Для порядку зайдем, посмотрим. Ну давай, ну хорош. Давай, для порядку выстрелим в него. Ага, ничего не происходит. Все, до свидания. Он остается для нас непонятным. Стоп, подожди, а если... А если поколдовать? А если поколдовать? Сглаз, окаменение, противник, к которому прикоснется заклинатель. Нет. Вызываю эту персонажа состояние усталости. Ладно, пошли, это все нет. У нас нет заклинания, которое убивало бы зомби. Ну или помогало им, поэтому... Поэтому как-то так. Ну пошли, дело сделано. Только отдохнем, чуть-чуть надо нам... Моральную нашу составляющую восстановить. Не хочу я бухать. Не хочу я, чтобы падала дедукция. Бухать вообще вредно и тупо. Поэтому мы будем... Ничего мы не будем делать. Мы читать будем. Сказал, читай. И местность разведывать. Даже нет, больше ничего не надо делать. Все остальное отдыхай. Хомуха, ну вот. Молодцом. А ты исследуй. А ты знаешь, что исследуй? Ты... Какая сегодня серия у нас, а? Мужика-то третьего забыли облутать. Да давай, козлина Пускай быстрее С кокаином-то мужика совсем забыли Это все оккультист, который у него Рок-н-ролл играет, он с концами поехал Он поехал с концами Все хорошо, что видишь, я захотел изучить Сейчас вот чуть-чуть и все, и персонаж поедет Кукухой с концами Так, в говне больше не ковыряемся Потому что нафиг надо Крыса к теламе, там шприцы наверное валяются Вообще не надо Это тупая затея будет Все, больше ничего не делай Ты стой на страже и качайся Ты изучай Дети по зузу Я смотри местность Все, погнали Очень мало восстанавливает Мне не нравится, как мало восстанавливает Порнуха Вот, а Проститутка как мало восстанавливает Вообще капец Это же каким надо человеком стать, чтобы тебя даже Шлюхи не брали Не, ну серьезно Ну, погнали Сейчас, подожди Во-первых Наденька Ой, блин Где это видно, где это слыхано Вот и зашибись Колдуй быстрее Во И валим по окаянной улице А че такое, уже прошло? Так, Мразотина Ты будешь нас атаковать? Нет? Нет А, да Я уже испугался Думаю, нифига себе Мразотина нас атаковать не будет Гадость это Ага Так Ну, бей его че Раз возле тебя стоит, бей Что это за скотина? Все 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 Поехал Паника у нашего персонажа И нерешительность Ааа Да, да Плевать Вообще Аааа Щит Тут уже, как ты понимаешь Не до этого нам Да поста Не ставит Вот ты Идиот Ну круто Вот и сделали ход Вообще гениальный Надо было дольше спать Так, Эдуард На самом деле Тварь Очень-очень удобно Подошла Да Сразу, чтобы Эдик мог ее Добивать И зомбарь Сейчас давай Попробуем так и сделать Что-то вообще И дамаг ей такой Маленький Наносится Так, она Я сейчас с ума Я сейчас с ума сойду С концами Вот мой персонаж Что это Персонаж находится В полном смятении Чувствую И не способен Сохранить спокойствие У персонажа Началась паника Атаковать-то я смогу? Промах Зашибись Блин, твари живучие Я думаю, мы не справимся Так, в минус, да? Хорошо, в мясо Срочно Э, Эдуард Срочно Вот прям вот Как хочешь Делай Мы вообще двигаться можем? Да Подходи Все на Эдике На самом деле Все на Эдике У нас ГГшка Вообще себя Крайне хреново чувствует У всех паразиты Блин А я говорил Не жрите грязными руками Собаки Блин Паразитов подхватили Это что, ретировалась, скотина? Нет Она пошла к ГГ Ну у нас ГГ-то ловкий Он так одет Еще удобно Так Не, давай ты будешь стрелять Мертвая хватка какая-то А, все Я не могу ничего другого взять А я не по нему бил Да в общем-то и ладно Я не против Оно хуже Как бы не будет Защищайся Ты смогешь уже ударить? Дотянешься? Нет, не смогет Значит стреляй Я лучше два выстрела Сделаю И два шага еще На два шага подойду Элик, ты можешь куда-нибудь подойти? Да ну нахрен Блин Блин, ладно Придется стрелять Сосредотачивайся тогда Ты делать что хочешь? В смысле? Ой, бред Ой, как я это не люблю Все, в сопли Сосредотачивайся Подойди поближе к этой скотине На, держи, тварь Защищайся Все, защищайся Че, бежит что ли? Ой, ты умница Ой, ты молодец Теперь еще и Эдик сможет тебя бить Главное, чтобы без подкрепления Если подкрепление подойдет Охренеть будет как плохо Как же мне нравится зомбарь Его морально ничего не беспокоит Вот он Он на самом деле Самый здоровый из всех Вы сошли с ума Ладно, давайте на этом серию закончим Как раз по времени оно подошло И продолжим в следующей серии Пройдем уже до этого Мискатонского университета И возможно мы уже будем близки К прохождению игры Возможно А там посмотрим Кстати, чувак на клоуна и зано похож Не забывай поддержать видос лайком Подписывайся на канал Если ты этого еще не сделал Жду тебя в группе ВКонтакте В своем инстаграме Ссылки в описании Как ссылка с прохождением Стияна Спасибо за просмотр И пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...